Старейшины Гагаузии, принявшие участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве, привезли домой множество незабываемых воспоминаний, запечатленных на фотографиях, и яркие положительные эмоции. Многонациональная группа из 17 представителей старшего поколения автономии, члены Советов Старейшин в населенных пунктах региона, среди которых три женщины, во главе с первым заместителем главы Гагаузии Валерием Янеогл, находилась в Московской области пять дней. Программа визита была насыщенной. Посещение Кремлевского дворца съездов, где прошел праздничный концерт, памятников и мемориалов славы, музеев, монастырей, церковных храмов и многих других объектов культуры и искусства в центре Великой Российской Державы. 8 числа мы были вечером, смотрели концерт в Кремлевском дворце, где присутствовали все руководители Российской Федерации в лице президента Владимира Владимировича Путина. Второй день мы оказались на Красной площади. Наверняка весь народ, не только Гагаузии и Молдове, смотрели телевидение, где мы присутствовали на параде. Конечно, это очень красиво, отрадно и было приятно нам участвовать и присутствовать в этом параде. Самое впечатление у меня было, когда мы встретились с ветеранами Крыма, Севастополя. Обнялись как братья, сфотографировались с ними вместе. И они спрашивали, как наши дела, как их рассказывали нам. Мы рассказывали о себе, они рассказывали, как у них там все нормально. Люди очень довольны. 8 числа вместе с губернатором и с этим ветераном была палатка военных лет. Там мы пили фронтовые 100 граммов. Там была прекрасная музыка. К нам отношение было, ну, нет цены. Россия, я понял, что Россия уважает всех людей, тех, которые не хотят войны, не хотят населения. Женщины со свойственной им эмоциональностью рассказывали об этой поездке в Российскую Федерацию. Валентина Бочарникова, член Совета старейшин Ферапонтьевки, впервые побывала в Москве. Это событие в ее жизни стало одним из самых ярких и волнительных. Увидеть Красную площадь в день парада 9 мая – ее давняя мечта. Мы побывали в святых местах. Возложили цветы к погибшим. Ведь 27 миллионов Советский Союз потерял. Это только сказать. Губернатор за руку со всеми нами Московской области поздоровался. Поздоровил нас с таким огромным событием. Поэтому это все было на волнение. Но больше всего впечатление. Красная площадь, которая исторически волнует всех. Парад, мощь России, надежность, защита чувствуется, что можно спать спокойно. Что никогда Россия не допустит, чтобы была война, чтобы были слезы, чтобы была боль, которую испытали люди во время Отечественной войны. Вы знаете, я так волновалась, что таблетки валерьятки пила. Думала, что мое сердечко от волнения, от радости. То, что я увидела, то, что я была включена в делегацию. Это огромное спасибо и посольству России в лице Мухаммедчина, нашему башкану Гагаузи, губернатору Московской области. Потому что такая поездка, наверное, бывает только раз в жизни. За мои все 47 лет плодотворной работы – это самый большой подарок. Эти впечатления получила так же, как и все. Но главное у меня было, когда мы возложили цветы вечного огня возле Кремлевской стены. Я остановилась, потому что, когда наша шеренга подошла, мы все заплакали. Знаете, мы покрестились, возложили там цветы и сказали славу российскому солдату, который освободил землю у фашистов. Вы извините, но это столько эмоций было, столько слез, столько всего. Я очень благодарна за эту поездку. Это было прекрасно. Участники группы об увиденном с удовольствием рассказывают своим детям и внукам. Из них, кто все еще ведет педагогическую деятельность, делятся впечатлениями со школьниками на уроках и с коллегами. Участники делегации говорят, что эта поездка позволила старейшинам узнать друг друга ближе, в неформальной обстановке обсудить перспективы работы совета, свежим взглядом увидеть моменты, требующие большего внимания. Поездка в Московскую область группы старейшин Гагаузии стала возможной благодаря ранее достигнутым договоренностям Башкана Гагаузии Михаила Формузала с руководством Московской области при непосредственном участии посла Российской Федерации в Республике Молдова Фарита Мухамедшина.